На открытый Кубок мира по пауэрлифтингу Олимпия приехали спортсмены из 15 стран мира. За российский флаг в этом году выступают две новые команды из Крыма, участникам от 13 до 67 лет. Этому виду спорта отмечают организаторы все возрасты покорные. Самый взрослый тяжелоатлет приехал из Екатеринбурга. Федор Чесноков болится именно за победный кубок. Для достижения высоких результатов главное тренировки, но многое зависит и от психологического настроя, уверен спортсмен. У меня есть ребята в секции, они тоже знают, что я поехал за кубком. Тоже все будут спрашивать, как съездил, как завоевал, не завоевал. Попробую обмани их надеждой. Сказать, что я ничего не сделал, ничего не получил, это будет очень с моей стороны нехорошо. Пауэрлифтинг или силовое троеборье включает в себя три вида силовых упражнений. Становая штанга, приседания со штангой и жим от груди. Этот вид спорта сегодня считается достаточно популярным. И количество, и уровень участников тому доказательства. На самом деле очень много сильных спортсменов. То есть вот всего первый день сегодня, второй поток. И уже здесь выступают два спортсмена, которые обладают званием элита национальной ассоциации пауэрлифтинга. Это наш внутренний отличительный знак, который выше, чем норматив мастера спорта международного класса. Краснодарец Сергей Гришко высокое звание элита получил год назад. На достижение таких высот у него ушло 9 лет. Сегодняшний рекорд – 240 килограмм. Цель спортсмена – взять абсолютный мировой рекорд в своей весовой категории 252 килограмма. Дается стимул для более другой молодежи, начинающей. Также поднимаются уже другие конкуренты, уже сложнее, интереснее. На этом драйвис движется, движется и развивается. Стимулом же для участников сегодняшних соревнований являются высокие результаты соперников. Судить открытый Кубок мира в Сочи приехал абсолютный рекордсмен страны. Владимир Блинков из Екатеринбурга – единственный атлет в России, который в приседании поднимает 502,5 килограмма. Будем надеяться, что 502,5 – это не окончательный результат, будет больше. Победители будут известны в день закрытия Кубка мира 1 июня. Лучшие спортсмены получат путевку на крупнейший фестиваль силовых видов спорта Европы «Золотой тигр». Его участниками ежегодно становится более 4000 человек. Пройдет он в октябре в Екатеринбурге. Елена Сицына, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.